Ну и вот он нашел такую пугалку, что буду вооружать всем, буду вооружать всем врагов Америки. Ну и тут на первом плане, конечно, Хусит и Иран, ну и Корея. Корея, это как бы Южная Корея, он хочет продемонстрировать, что у меня, я вот, нет, я понимаю, да, я понимаю, что на Францию нельзя быть, я думаю, на Америке вообще никого нельзя, потому что Франция, между прочим, у Макрона столько замечательных инициатив, и в последнее время мы не забываем прокомментировать все. Макрон предложил Европейскому Союзу ядерный зонтик, он сказал, что Франция готова дать ядерные гарантии всем членам Европейского Союза, она осталась после ухода Англии, после братья, она осталась единственной ядерной державой. Вот, но я могу дать гранату, гранату обезьяне, то есть, конечно, все, чем он будет расплачиваться за эти самые просроченные, да, они-то ужасные, вот юридские снаряды, корейские, они очень старые, там, десятки лет, но тем не менее, без них Москва не может обойтись. Он будет объяснять, расплачиваться напряженной работой российских специалистов над совершенствованием ракетно-ядерного потенциала корейского. Но тут он тоже заблуждается, ведь товарищ Сиев, он тоже не шахи, не товарищ Сиев, а товарищ Ким. Это мальчик, вышедший из элитной начальной школы в Швейцарии, он тоже познал некие прелести западной жизни, и ему нужно ядерное оружие, как можно более совершенно, угрожать, чтобы с ним считалось, но не для того, чтобы его использовать и исчезнуть в пламени ответного удара. Но есть еще один аспект, вот, я не знаю, обсуждались ли они, возможность посылки миллиона китайских, корейских, корейских военнослужащих на укрепление российского корейского фронта. Но это слишком экзотическая мера, вряд ли она будет реализована, но и потом она и не успеет реализоваться, потому что... Ну, кстати, Андрей Андреевич, извините, что перебиваю, Путин всячески открещивался во время встречи со своей информационной обслугой, вот, по поводу итогов северокорейского визита, ему постоянно задавали этот вопрос, постоянно настойчиво несколько человек додавливали, что типа того, что, ну, договорились же о взаимной помощи, Путин говорит, и вот северокорейские солдаты будут участвовать? Путин говорит, нет такой необходимости, нет. Ему говорили, ну, как же, ну, вот есть четвертая статья вашего же договора, в которой взаимная помощь обеспечивается. Он говорит, это есть ли нападение? А я думаю, ну, как же так, ну, ведь нападают же. Он говорит, нет, не нападают. Это Путин просто... Ну, вы же видели, как он выкручивался, как он пытался, так сказать, все-таки, значит, отказаться от этой версии. И здесь вообще шире вопрос, понимаете, ведь фактически на него идет постоянная, на Путина идет постоянная атака, без, может быть, персонификации, но без называния фамилий, в отличие от Пригожина. Но постоянно у Соловьева, да и не только у Соловьева идет атака. Почему гневно, гневно спрашивают, почему мы до сих пор не уничтожим... Да, Коля, да, Коля, так вот я это говорю, это центральная тема. Это центральная тема, практически. Тут ведь вопрос какой. Значит, совершенно очевидно, что телевизор, да, он, российский телевизор сегодняшний, он отличается от советского, он отличается от радио Третьего Рейха тем, что он более, так сказать, более субъектен. Он, в общем-то, тут хвост иногда виляет собакам, мы это видим. Но, тем не менее, все-таки, так сказать, может, там есть, есть ли возможность, что те силы, которые стоят, вот эти бешеные, которые стоят за, так сказать, вечерним удозвоном, может ли это все-таки в какой-то момент создать Путину серьезные проблемы, не только, так сказать, медийные, но и политические? Да, они уже застают, Путин занимается уже профилактическими решениями этих проблем, он же понимает, что план поколения Запада с помощью шантажа ядерного оружия, он же не ограничивается планом Украины, вы же помните, это было ультиматум, собирайте монатки, убирайтесь вон. И я напомню два знаменитых выступления Путина, когда он был уже в состоянии эйфории, безумно обидел себя властелином мира, вернувшись из Пекина в феврале 22-го года, когда Россия его толкнула на эту войну. Но он же, помните, когда он откровенничал, да, вот сейчас это ему окнуло, да, мы понимаем, что на конвенциональном уровне мы уступаем Западу, но у нас там супер-пупер, ку** и так далее. А во время, когда он объявлял войну, а если кто из западных держав посмеет вмешаться в наш освободительный поход, то на эти страны обрушатся катастрофы, невиданные в их тысячелетней истории. Вот прям был его план. Все, он обосрался, и это для него сейчас самая главная угроза не противники войны. Противники войны – это мальчики и девочки, выходящие на какие-то пикеты, ставящие лайк, их хватает, дают им сорока до десяти или двадцати килограмм. Самая страшная угроза его политической власти – это взята аудитория, причем это аудитория военная, вооруженная. Это мудозвоны, у мудозвонов есть большая вооруженная аудитория. Вы слушайте, последние выступления генерала Шаманова и генерала Гурулёва. Корреспонденты думают, что муха, и пролетело бы слышно было в Думе. Дума замерла во время выступления Шаманова, когда он громил генералов, шьющих себе бундирование в ателье, в то время, как нет гимнастёрок на фронте у солдат. И Шаманов и Гурулёв – это законченные негодяи, конечно, но они почувствовали, они почувствовали слабину Путина. И это будет нарастать. А это на генеральском таком паркетном. А сколько таких харизматических полковников, майоров появится на фронте? А это сейчас только, когда выяснилось, что провалился план ядерной войны, а когда вот пойдут самолёты. Ну, почему я так уверен, что это достаточно будет падения Крыма, чтобы война закончилась? Ну, представьте, сейчас Казах, уже сейчас всё рвётся. Рвётся вот. Он сыграл напряжение, он обвиняет. И смотрите, и Шаманов, и Путин, они борются на перегонке назвать виновного, чувствуя поражение, назвать виновного. Кто первый назовёт виновного генералом? У него очень тяжёлое положение. Вот эта растяжка. Я сказал, что с одной стороны он должен угрожать Западу, с другой стороны объясняться своей аудитории. Вот угрожать Западу становится менее актуально. Как это совершенно неэффективно. А потом, ну, что Запад? Запад. Вот эта рука ближе к его гору, это рука его людей, вооружённых людей. Они могут войти в его кабинет. Могут многие вещи. Пригожин быть близок. Фантастически был близок успех Пригожина. А слушайте, мы же помним, как эволюционировал, особенно в последнюю неделю Пригожинского движения, наверное, вот так, его риторика. Но он начинал, извиняюсь, я просто как патологоанатом должен был приводить его цена, цитаты. Он начинал с обвинениями в Ярославе, в Ярославе, в Шойгу, который не даёт достаточных снарядов от фронта. Окончал обвинением проклятых олигархов, толкнувших нам в эту безмозглую и ненужную войну. И кричал о том, что когда солдаты узнают, они разорвут зады этим людям. Ну вот примерно в этом направлении пробуют первые шаги, делают и шаманов, и Сберулёвым, и, наверное, с тех пор. Понимаете, их охватывает, вот этот взгляд патриотов, охватывает, конечно, предали, предали. Нам обещали, нам обещали войну с Западом, обещали, чтобы НАТО собирал, а НАТО прибиралось вон, Киев за 6 дней. А сейчас, оказывается, мы даже не можем бить ядер, а что же у нас осталось? А действительно, традиционального оружия у нас нет достаточно. Эта паника будет нарастать, нарастать. Поэтому вот этот план разгрома Крымской группы, её и громить-то не нужно, её просто дистанционным давлением оттуда выкинуть. Понимаете, когда появятся вот эти 100, минимум 100 самолётов, ну хорошо, по 200, они же решат несколько задач. Ну, например, они де-факто решат задачу нового флайзона. Не надо будет юридически валить никакого новых флайзона, эти самолёты просто уничтожат. Осталось у русских примерно 100 самолётов современных, которые и сейчас-то не рискуют входить в Крымское военное пространство. С одним дистанционным воздействием эти самолёты уничтожат российскую авиацию и выкинут, во-первых, из Крыма. И при таких настроениях, конечно, вот эта борьба за назначение виновных, которые начал Путин. Путин начал кампанию по дискретации генералитета, как воров и изменник. Ну что, неизвестным был Тимур Иванов, Тимур Иванов, да, был кошельком Шойгу, но сам Шойгу был, в свою очередь, кошельком самого Путина, через того же Тимченко, это хорошо известно. Он им пожертвовал уже в отчаянном положении, понимая, что надо сворачивать амбициозные цели и называть виновных. Вот это самый интересный процесс сейчас. Началась борьба за назначение и наказание виновных в поражении. Уже то, что уже произошло сейчас, отказ от долгосрочных целей. Сейчас из всех репродукторов официальная версия идёт долгая война, долгая война, очень долгая война, очень долгая война. Но пока ещё можно же держаться на этой ступеньке долгой войны, но когда через месяц появится полный масштаб авиации, нужно решить массу магистрических вопросов. Ещё раз повторю, что вот эта нелепая концепция 40 украинских пилотов, потому что нужны же не только пилоты. На каждого пилота нужны техники, диспетчеры, сотрудники аэродрома. Нужны, ясно, что основное место базирования этих самолётов будут аэродромы в Финляндии, Польше, Румынии. И русские об этом знают на тех же передачах. В тот же спектр угроз, одно из первых, мы будем бить по румынскому, да, бейте, миленькие. Это Запад только и ждёт. Это нападение на НАТО после первого удара, после сосредоточившегося в Румынии, скажем, 30-ти западным самолётом, уже на следующий день против России будут участвовать 6 тысяч потенциально, одних F-16. Это самое современное, по сравнению с советскими самолётами, образец на этот, уже устаревший, одних F-16, 6 тысяч на распоряжении НАТО. То есть положение, конвенциональная война, которую сейчас признаёт Путин, да, он лично признативнее скрасывает слова, да, мы ведём конвенциональную войну, и мы побеждаем. Она абсолютно, абсолютно безнадёжна для него. И я думаю, что вот когда сложнейшие логистические проблемы, которые решает сейчас коалиция Биллинг, формирование вот этой авиационной армады, расположение её на радаромах, это около месяца это займёт. И после месяца вся эта проблема, кто предатель и кто виноват в поражении, она станет невероятным образом. Субтитры создавал DimaTorzok